Всем привет! С вами Юлия Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это эстафетная династия Палмер, 18 серия. Добро пожаловать! У нас 7 часов утра, раннее утро. Наши симы кушают, купаются, чинят стереосистему. Ну, в общем, домашние дела у всех. Нашим мальчишкам сегодня в школу. Да, им в школу уже очень скоро. И я хочу, чтобы они немножко поделали домашнее задание, если успеют. Давайте дадим мальчишкам это задание. Так, Нильс, ты хочешь делать домашку? Ну, хочешь, не хочешь? Я немножко вас позаставляю. Итан дочинил стереосистему. Давайте мусор отдадим на набаку, а Итана отправим повышать свои потребности. Ой, как ему все плохо. Итан, что ж с тобой такое? Весь такой напряженный, уставший. Знаете, ребят, я думаю, что Итану можно сегодня взять выходной. Да, пусть он немножко расслабится, отдохнет. Вот он много вообще времени уделил воспитанию детей, когда они были маленькие. Точнее, не воспитанию, а даже выращиванию. Потому что Эшли была часто на работе. И Итану приходилось все хлопоты брать на себя. Иди давай в туалет, а потом иди кушай. Ой, Райан, давай вылезай из ванной, а то сейчас твой папа сюда зайдет и будет у кого-то смущение. Давай, быстрей, быстрей. Ну, вроде бы нет, смущения не было. Он шапочку одел. А я, кстати, мальчишкам, не помню, говорила или нет, подобрала шапочки. У обоих у них в нарядах есть шапочки. Один наряд с шапочкой, другой без шапочки. Ну, вот сейчас они оба переоделись и пошли в школу без шапочек. В общем, они домашку сделать не успели. Ну, в принципе, ничего страшного. Я просто, знаете, решила, что в этот раз... Обычно я в Sims 4, как вы знаете, детей не заставляю делать домашнее. Они у меня все так туньядничают, развлекаются, а домашнее задание не делают. Вот, в этот раз я решила, что хочу делать домашнее задание. Мне показалось, что что-то сломалось. Нет, это, наверное, просто у Итана стало плохое настроение. Да, и кто-то даже домашнее задание забыл. Наверное, это Нильс, потому что он здесь кушал. Так вот, я хочу сегодня, чтобы Итан взял отпуск. Он его взял или нет? Итан сегодня не идет на работу, я надеюсь. Да, он взял отпуск, и на 9 утра ему не нужно никуда спешить. Я хочу, чтобы сегодня он побыл вместе со своей женой, чтобы они, пока дети в школе, могли посвятить это время друг дружке. Это раз. А во-вторых, я хочу, чтобы он немножко еще нам денег заработал, потому что денег вообще у нас очень мало, а нужно много чего купить. Давайте мы польем клубничку. Я же говорила, что скоро мы будем планировать третьего малыша. Я надеюсь, что это будет девочка. Но пока у нас не вырастет клубничный куст, пока он не начнет приносить плоды, то, конечно же, мы планировать никого не будем, потому что я боюсь, что вдруг будет еще мальчик, а этого я совсем не хочу. Мы ждем девочку, которую назовем Джой. Да, она будет очень веселая, и я бы хотела, чтобы она была растяпа, но там уже как получится. Так, Эшли, ты можешь сходить в туалет, а Итан у нас сейчас покушает. Что ему надо? Ему досуг надо повысить. Ну, ничего страшного. Я думаю, что Итан повысит досуг в том месте, куда они сейчас с Эшли отправятся. Я решила, что пока дети в школе, то родители могут сходить на свидание. Во-первых, свидание – это будет разнообразие для них. Они уже давно не были вместе. А во-вторых, если мы свидание проведем на золото, мы даже на этом заработаем деньги. А деньги нам сейчас очень нужны. Как вы видите, у нас только 240 симулиончиков, и, в общем, нам нужно постараться, потому что я хочу купить беговую дорожку. Вы видите, что наш Итан тоже поправился, и Эшли поправилась, и Итан, и нужно как-то им сбрасывать вес обоим. Правда, Эшли, конечно же, будет уже на диете и будет заниматься спортом, когда родит третьего ребенка. Ну, вот, Итану не помешало бы сейчас сбросить вес, но денег на беговую дорожку у нас нет. Вот, и нужно нам постараться. Эшли, что там такое? Ты у нас такой классный бармен, и что-то там у тебя все падает. Ей нужно достичь седьмого уровня в навыке смешивания напитков. Мы приготовили напиточек какой-то, но давайте выпьем мы его потом, потому что сейчас я хочу, чтобы наши родители, родители двоих детей, которые только детей своих отправили в школу в первый раз, могли хоть немножечко расслабиться. И поэтому я приглашаю нашего Итана, Эшли его приглашает на свидание, только я надеюсь, что Итан все-таки оденет что-то поприличнее, то он в трусах целый день. С утра по дому ходит в трусах. Вот почему, объясните мне, Эшли ходит в обычной одежде, а он дома целый день в трусах. Это, наверное, самая удобная одежда для него. Но нет, видите, на улице он оделся. Я поставила в Нью-Кристе маленький парк. Вот вы мне пишите, и пишите, что вы не видите ваших симов. Вы же знаете, что очень много симов живет в городе, и, ну да, многих вы не видите своих. И вы пишите, потому что я не хожу в Нью-Крист гулять, потому что у меня там нет общественного участка. Вот сейчас я поставила в Нью-Кристе парк специально, и наши Эшли с Итаном там проведут свидание, и вы заодно посмотрите, увидите ли вы там своих симов или нет. Мы прибыли с вами в парк. Парк очень маленький, потому что участок, на котором не живут ваши симы, у меня остался один, и он был очень маленький. В общем, пришлось мне искать в галерее что-то маленькое для этого парка. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим, будут здесь ваши симы или нет. Давайте посмотрим на участочек. Я, кстати, сама его еще не особо рассмотрела. Ну, как вы видите, да, он очень маленький. Здесь несколько скамеек. Давайте пусть Эшли и Итан присядут вместе. Здесь есть место, где мы можем что-нибудь приготовить. Конечно же, площадочка для детей. Давайте посмотрим, что это за дети здесь играют. Марина Вест. Ну, Марина ее зовут, потому что, скорее всего, у меня мода уже нет на замену имен, и она родилась, наверное, у симки, которая была беременная, потому что у меня было три симки в городе беременных. И тут еще два сима играют в шахматы. Это Сара Фалет. По-моему, я ее уже встречала. И Анатолий Соболев сгенерировался игрой и пришел поиграть в шахматы. Больше никого в парке нет. Так, давайте мы будем делать домашнее. Нет, мы будем делать задания по нашему свиданию, потому что я, конечно же, хочу получить золото. Лия идет где-то вдалеке. Давайте мы посплетничаем. Что нам нужно сделать? Пусть оба персонажа флиртуют в одно и то же время, сесть и поговорить. Ну, вроде бы разговариваем. А давайте еще какое-нибудь действие сделаем. Нам нужна основная задача пообщаться десять раз. Поэтому давайте мы, не знаю, выразим восхищение и перейдем уже все-таки к каким-то более романтичным действиям. Все-таки это свидание. Давайте пококетничаем. И что мы можем еще сделать? Мы можно кокетливо дразнить. Кстати, вот тут задание, чтобы персонажи были одновременно игривые. Я не знаю, как это сделать на свидании. Мне кажется, на свидании можно сделать одновременно романтично настроенные. Да, то есть одновременно кокетливые, но одновременно игривые. Ну, хотя они у нас, конечно же, растяпы и все возможно. Так, давайте мы проявим нежность. Смотрите, он массаж ей делает. Ну, в общем, свидание у нас в разгаре и все замечательно. Я думаю, что просто им нужно побыть вместе, побыть вдвоем, потому что детки уже наконец-то в школе. Они хоть вздохнули немножко, потому что до этого все время пеленки, заботы, кормить, бутылочки. В общем, они вымотались, я думаю, очень сильно. Так, нам тут кто-то пришел и что-то рассказывает. Так, это тоже симка с генерированной игрой. Ей, наверное, не понравилось, что у нас тут обнимаются симы. Так, нам нужно флиртовать в одно и то же время и игривыми. Да, эта симочка что-то тут стоит и реально нашим Эшли Сыттанам не дает ничего нормального сделать. Так, давайте кокетливо дразнить. И кто-то... Денис какой-то яростный. Это кто такой? Во, пришел тут еще какой-то сим. Степан Бобров. Господи, мама родная. Ой, боже мой. Это, по-моему, спа-набор. Да, вот эта футболочка. Я не могу с этой футболки. Зачем? Это как прикол. Еще он такой толстый. В общем, обалденно. Я даже это заскриню, потому что, ну, эта футболочка ему реально идет. И почему-то в Нью-Кресте гуляют симы с генерированной игрой. К сожалению, они ваши симы. Давайте еще посмотрим. Вот я все-таки уверена, что это зависит не от того. Пейдж Морган. Нет, это не с генерированной игрой. А вот Денис Бобров с генерированной. Я думаю, что все-таки это зависит не от того, где живут симы. Я думаю, что они появляются в любом городе, в любое время, в любом месте. Ну, вот приходят и портят нам свидание. Это, конечно же, да. Давайте мы куда-нибудь пойдем вместе. Может быть, есть такое действие вместе уйти. Я бы куда-нибудь отошла и подальше, чтобы нас никто не видел. Может быть, им куда-то уединиться. Правда, что. Давайте выберем действие идти сюда вместе. Пойдем посмотрим на речку или там озеро. Да, там озеро у нас. И пусть они посмотрят на озеро, потому что за ними тут, правда, очередь симы на них таращатся. А это как бы все-таки свидание и хочется какого-то уединения. Нам нужно, чтобы персонажи флиртовали с друг другом в одно и то же время. Сейчас я попробую одновременно дать Итану и Эшли задание флирта. Этот сим перешел, в общем, как вы видите, сюда. И, по-моему, флиртует тут с дамочками. С одной пожилой, с другой нет. Ну, мне кажется, что шансов у него мало, особенно в такой футболочке. Так, давайте я даю задание Эшли флиртовать. И Итану тоже дам это задание, чтобы как бы получилось одновременно. Будем делать разную романтику. Вообще, я хочу очень заработать хотя бы серебро. Вот, пока у нас только бронза. Да, я вообще сюда за золотом отправлялись, ребята. Да, мы сюда за золотом пришли, чтобы потом ведро, которое нам дадут, если мы получим золото, мы бы смогли его продать и заработать денег. А деньги нам сейчас очень-очень нужны, потому что мы действительно намели. И начало династии, конечно, это всегда так. Так, мы выполнили это задание, и нам нужно поцеловаться. Ну, вот это запросто. Это сейчас мы сделаем. Давайте подарим розу нашей Эшли. Ой, смотрите, они сами целуются, и мне даже, наверное, задание не нужно это делать. Да, они сами поцеловались, и мне не пришлось даже их просить об этом. В общем, я думаю, что они хоть как-то отвлеклись от быта, от детей, хоть как-то отдохнули страстно поцеловать. Но давайте, я надеюсь, что уже это действие нам доступно, и Итан сможет страстно поцеловать нашу Эшли, и, возможно, получим золото. Ну, мне бы этого очень-очень хотелось. Так, давайте мы еще сейчас сделаем несколько скринов. Да, здесь очень красивое озеро. Вообще, мне кажется, что Итан и Эшли, они любят природу, потому что постоянно как-то у них свидание, ну, где-то в лесу, возле речки, как-то, да, они по барам не ходят, вот такие, хотя они растяпы. Отлично, ребят, мы провели свидание на золото, и вот сейчас по-хорошему я бы хотела, ну, не знаю, хотела бы половить рыбу и лягушек поискать. Ну, вы знаете, какой Итан, он у нас привередливый, и он, наверное, этого делать не захочет. Тут Сима у нас... Кстати, мы можем покушать, да, мы не можем покушать, с нашим лишним весом кушать мы на халяву не будем. Знаете, что, ребят, я хочу? Я хочу все-таки найти лягушечек, давайте мы отправим делать это Эшли, а Итана я отправлю порыбачить. Пока дети еще в школе, вернутся они у нас только через час, чуть-чуть раньше. Я думаю, что мы позанимаемся собирательством. Я не знаю, Итану, может быть, тоже будет плохо от рыбной ловли, но мне кажется, ловля лягушек еще более противное занятие, поэтому на это дело я отправлю Эшли. Кстати, мы уже можем размножать лягушек. Дело в том, что лягушки у нас очень дешевые. Я хочу поймать две дорогих лягушечки. Да, вот мы одну поймали, 30. Вот все они по 30 стоят. Дело в том, что чем дороже лягушки, тем потом из них получаются еще дороже. И это, конечно же, прибавка к бюджету. В общем, у меня в летсплее 7 пятниц на неделю, вы знаете, что я там собрала две лягушки по 160 симолеонов. И, в общем, они теперь мне всегда дают потомство тоже лягушечку за 160. И я, так сказать, не парясь, имею всегда хорошие денежки. То же самое я хочу сделать здесь. Вот, чтобы в династии тоже у нас всегда были денежки. Но для этого мне нужно будет поймать хороших лягушечек. Где их взять, я не знаю. Будем искать. Так, мы нашли за 100. Вот, вот это уже дело лучше пошло. Мы нашли лягушечку за 100. Но сейчас, ребят, так, продавайся, лягушка. Да, я хочу продать этот предмет. Но сейчас нам все-таки лучше отправиться домой, потому что там дети и вот, плохо, плохо ему, тошнота. Даже от того, что он ловит рыбу, ему плохо. Но, Итан, ну это же не лягушка. Мы не можем отправиться, потому что свидание еще не закончило. Вот теперь можем. Мы получили золото и давайте отправимся домой, чтобы провести время с детьми, в конце концов. Мы вернулись домой. Наш куст клубничный еще пока плодов нам не дал. Вот как только даст плоды, я сразу же начну планировать третьего ребеночка. Боже, как я хочу девочку. Но я не представляю, что будет со мной, если родится еще мальчик. А если еще два мальчика, это будет, в общем, меня вынесут вперед ногами. Честное слово. Я очень хочу девочку и надеюсь, что у нас все получится. Потому что, если родится мальчик, еще один, мне придется, блин, четвертого ребенка планировать. А я очень не хочу много детей, потому что за ними всеми нужно как-то следить, успевать, выполнять им там, не знаю, желания и так далее. Так, мальчишкам я дала задание, чтобы они делали домашнее задание. Как вы видите, они этим и заняты. Я решила, что хоть в этой династии у меня дети не будут двоечниками и попробую как-то, в общем, заставлять их делать домашнее задание, чтобы они хорошо учились. Эшли наша принимает ванну, а Итан побежал чинить раковину, которая у нас уже, к сожалению, сломалась, очень быстро ломаются предметы. Так, у нас есть, вот смотрите, за 100 симолеонов лягушечка и за 30. Мы будем их размножать и надеяться, что, в общем, будут нам лягушечки за 100 попадаться. А Итан, кстати, еще поймал, правда, дешевую рыбку и у него есть еще вот эти вот детальки, мы их сейчас продадим. Вот, еще помимо этого я хочу зайти сейчас в багаж семьи и посмотреть, что же нам дали. Ну да, ведро нам дали. 245 только оно стоит, очень дешево как-то ведро стоит. Я думала, оно 500 хотя бы стоит. В общем, у нас пока только 582 симолеона и на беговую дорожку, конечно же, нам не хватит. Я думаю, я в этом уверена, что не хватит, поэтому мы ее купим немножко попозже. Вот, потому что Итан сейчас у нас будет, Итан будет сейчас повышать досуг, ведь ему что-то очень плохо. Давайте мы посмотрим какую-нибудь комедию, чтобы быстрее досуг поднять. Вот, а Эшли у нас будет тогда смотреть сейчас, что у нас там с клубничкой. Я очень надеюсь, что клубничка уже, ну, созреет и не. Я и так вижу, что пока у нас ничего нет, но мы можем уже прополоть. Вот эти вот лужи, почему здесь лужи остаются? Вроде бы давно мы поливали это растение, но лужится до сих пор. Так, Итан, ты должен повысить все-таки свой досуг и потом идти рисовать картины. Я очень надеюсь, что денежек у нас будет много, вот, потому что зарабатывать надо. Двое детей, а скоро третий. Ты что, ты что себе думаешь, глава семейства? Нужно как-то, в общем, стараться, чтобы у нас было побольше денег. Так, все, мы пропололи растение и я таки отправлю Эшли на пробежку, чтобы она хоть немножечко не поправлялась, хотя бы еще больше, чем она сейчас. Вот, она у нас сейчас очень такая, Эшли, смени костюм. Ты не будешь бегать? Ты что, решила в такой одежде бегать? Смотрите, она бегает в повседневной одежде, в юбке, на каблуках. Вот, наконец-то поняла и на ходу одела спортивный костюм. Это ты молодец. Вовремя она очнулась. Вот, пусть она бегает. Толстенькая, конечно, видите, даже мужик. Джим? Это Джим? Джим? Господи, а кем он работает? Мама дорогая, это Джим. О господи, он по-моему художник у нас. Да, он устроился в карьеру художника, ему, наверное, вот такую вот одежду дали на работе. Ничего себе. Да, Джим, конечно, молодец. Я его не узнала. Богатым будет. Так, Эшли наша бегает, а тут Лиа идет и думает, мой муж последняя лама. Одевается, как непонятно кто. Да, это кто у нас такая за симочка? Вот, часто симы проходят, которых я вообще не знаю, не вижу, потому что она сгнилированная игрой. Да, поэтому я ее никогда не видела. И идет еще какой-то ребенок, Федот. Идет очень злой и сердитый. Так, Итан, как там твой досуг? Потому что мне нужна картина. Да, иди, пожалуйста, рисуй по фотографии. Рисовать по фотографии. Давайте нарисуем большую картину. И что получится, то получится. Нильс решил у нас вздремнуть. Да, кстати, ребят, я дала имя нашему динозаврику. Давайте мы его обнимем, кстати. Да, почему бы и нет. Мы с ним... Я не дала имя динозаврику. А, я имя только придумала динозаврику, но не дала. Не дала еще. Ребята, смотрите, какой классный этот... Ну, я не знаю, ракурс. Смотрите, Итан может нарисовать Эшли. И это замечательно. И... Я вообще планировала рисовать по фотографии, чтобы потом наш Итан продавал эти картины. Но мне, честно говоря, наверное, жалко будет продавать картину с нашей Эшли. Поэтому посмотрим, какая она получится. Может быть, продавать и не будем. Посмотрим мы текущий канал. А... Динозаврика я имя придумала, но еще не дала. Да, видите, у нас есть еще действие переименовать. И я решила, что мы его назовем Жабрик. Да, его будут звать Жабрик. Не знаю, почему. Вот такое мне имя пришло в голову. Вы мне много писали в комментах названий ВКонтакте для динозаврика. Ну, что-то не знаю. Не понравилось мне, что ли. Ну, как бы, варианты были хорошие, но... Не знаю. Ну, у каждого свой вкус. В общем, я решила назвать его Жабрик. Надеюсь, вы не против. Так, ты домашку сделал? Ребенок Райан сделал домашнее задание переместить в мир? Ну, вроде бы, да, сделал он. А знаете, я наших детишек настолько мучить не буду, чтобы они делали еще дополнительное домашнее задание. Поэтому, вот, одной домашки ему вполне хватит. Давай он уберет книжечку эту. Вот, Эшли у нас пришла смотреть телевизор. К нам уже пришли гости. Давайте мы пригласим их войти. Мы вообще гостеприим... гостеприимные очень. Клубничка наша не поспела еще. И Итан тут рисует нашу Эшли, красавицу. Правда, немножко полненькую. Ой, ну, я думаю, что она похудеет, конечно же. И после третьего ребенка она займется, конечно же, своим весом. И будем мы его сбрасывать. Так, Эшли, бросай свой телевизор. Давай мы с тобой еще размножим лягушечек. Я надеюсь, что нам выпадет за 100 семиллиончиков. Так, у нас есть лягушка за 30, за 30 и за 100. Нет, все-таки мы размножили за 30, страшного. Знаете что, я думаю, что мы сейчас наших ребят, мальчики, уже спать легли. Дети, только 7 часов. Вы слишком примерные дети. Я не знаю даже, как это сказать. В общем, мальчишек я сейчас отправлю помогать родителям. Во-первых, нам нужны денюжки, потому что, потому что финансы наши поют романсы. И пусть наши мальчики выйдут, я не знаю, в парк и покопают здесь. Может быть, найдут чего-нибудь хорошее, лягушечек, камушки. Все это нам надо. Да, где здесь еще у нас камни? Вот здесь еще камушек был. Давайте сюда Райана отправим. В общем, пусть они пособирают. А наша Эшли, наверное, сейчас отправится в парк. Так, ты куда? В смысле? Так, он дорисовал и 218 семллонов. Эта картинка стоит? Не знаю, давайте попробуем ее где-нибудь повесить. Так, что ты? Давай повесьте куда-нибудь картинка. Ой, я даже не знаю. Ребят, давайте попробуем рамочку поставить. Да, вставить в картину, в рамку. Ну, конечно же, когда фотография, это красивее намного, нежели картинка, потому что картина такая, честно говоря, размытая. Ну, пусть пока повисит, оставим ее на голодный день. Если совсем уже денег не будет, тогда продадим, а пока как-то жалко продавать, хотя Эшли там и полненькая. Я хочу, чтобы... О, а я не хочу, мы так поедим. Мы же там уже вроде бы голодные, да, Сима уже есть, хотят. Я думала, знаете, что мы сейчас пойдем, устроим пикник, покушаем. То есть, Эшли приготовит, и мы все это покушаем. Но мы это и так все покушаем, только Эшли готовить не будет, потому что там уже кто-то постарался за нас. Вот. И детишек мы тоже отправим сейчас покушать. Давайте пусть они присоединяются к своим родителям, и тоже едят здесь, ну, не объедки. В общем, ну, а почему бы и нет? Вот стоит тарелка, она же пропадет, она же завоняется к завтрашнему утру. Поэтому, да, детям же нужно тоже кушать, и денег у нас нет особо тратиться. А тут в парке поставляли много хорошей, вкусной еды, почему бы и нет? Так, детишки, давайте лягушечек подороже нам ищите. О, кстати, Райан привереда, и ему, скорее всего, не понравится то, что я заставила его делать. Лягушек искать. А, ему, по-моему, даже не выпало. Я, наверное, Нильсу дала действие искать лягушек, поэтому Райану повезло. Он вылавливает у нас, выкапывает камушки. Смотрите, какая красивая луна, вообще замечательно. В общем, я думаю, что мы наших мальчиков будем просить, чтобы они бегали и собирали нам тут всякие камушки. Наверное, Райан будет собирать камушки, потому что лягушками он брезгует. Вот, а Нильс будет ловить лягушек. В общем, чтобы мы как-то помогали родителям и даже наши маленькие дети будут помогать. Так, Эшли уже кушает, ест уже за двоих, хотя еще совсем не беременная. Итан почему-то присел за другой стол. Эшли, давай, ну, иди к семье. Да, потому что сама ты там села, непонятно почему. Давай, иди присаживайся. И Райан пусть идет сюда. Правда, кто-то это уже надгрыз. Это уже Мартиша Адамс надгрызла. Но я думаю, что, хотя Райан привередливый, может быть, ему и не понравится. Ну, ничего страшного, зато еда бесплатная, да, так что, так что, дети кушайте, все вкусно, все бесплатно, все включено. Вот, главное, что не за наш счет. Так, да, я хочу посмотреть, каких там мы лягушечек поймали. Вот, чем они дороже, тем лучше. Так, поймал 30 миллионов и 100. О, отлично, мы поймали дорогих лягушек. Камушки, то есть эти капсулы, капсулы мы продадим, окаменелость мы потом извлечем. В общем, я думаю, что мальчишки нам вот таким образом будут помогать и мы быстрее заработаем денежку. И, кстати, у нас уже почти тысяча, а это значит, что мы купим беговую дорожку и наш Итан наконец-то немножко сбросит своего лишнего веса. И вообще, знаете, классно, так, домашняя такая обстановка, по-семейному, хотя мы и не дома, но где-то в парке. Так, Эшли, куда пошла? Давайте еще просто посидите, потому что нужно время с семьей проводить, да, и мама тут, а, они обняться хотят. Нет, ребят, присядьте, вот, вообще так замечательно, всей семьей здесь сидят, и мне очень нравится, что я выбрала именно это место, и, в общем, будем мы здесь частенько бывать. Да, давайте сделаем еще несколько скринов, прежде чем отправиться спать, потому что уже 10 вечера, и пора бы нам спать. Я очень надеюсь, что сейчас мы вернемся домой, а там у нас клубничка поспела, и можно делать заветное действие. Да, я бы очень этого хотела, ну, посмотрим, получится или нет. Так, ну все, ребят, будем мы отправлять всех наших симов домой, Райан уже сам отправился, потому что вечер поздний, мы хорошо покушали, Нильс, ты хорошо покушал? Нильс, ты даже очень хорошо покушал, так что бросай тарелочку, потому что, видишь, твои родители у нас такие уже поправились сильно. Смотрите, какая симка красивая, это она, что, с вечеринки идет, или на вечеринку, такая вся накрашенная, нарядная, и вот она на нарядное пришла. Ой, ее Эшли тоже зовут, смотрите, у нее имя, ческа наша Эшли. Так, давайте мы вернемся домой, и клубничка, клубничка, покажись, покажись, нету ничего. Блин, ну когда же она вырастет, ну уже, я не знаю, третья серия, а она до сих пор не выросла. Ой, смотрите, а гости у нас до сих пор дома, я надеюсь, что ничего не сломали, все на месте, все целое. А, возвращается домой у нас Райан, блин, все в туалет хотят, у нас один пока только туалет, потому что денег еще не хватает, скоро будем, ну как скоро, как накопим, так сразу и будем. Сейчас я хочу, чтобы Нильс отдал лягушечек маме, будем размножать их, вот, и дорогих мы оставим, а дешевеньких продадим. Так, у нас вот эта лягушечка 30, да, вот эти две по 100, правильно? Да, вот эти по 30 мы сейчас продадим, по 100 оставим, и сейчас вот я уверена, посмотрите, что сейчас нам выпадет дорогая лягушка, как минимум сотню. Так, и да, мы получаем лягушечку за 100, то есть теперь мы вывели, у нас будет всегда 100 семиллиончиков, но это мало, я думаю, что можно еще найти лягушечку за 150, и тогда вообще будет очень-очень классно. Так, ребят, ну все, я буду заканчивать серию, очень надеюсь, что скоро мы получим заветную клубничку, и сможем уже планировать девочку, которая, я надеюсь, родится очень скоро, потому что клубника как-то нас тормозит. Всем спасибо за внимание, если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, всем до следующей серии, всем пока!